Уже много тысячелетий кошки ценятся человеком. В настоящее время выведено более сотни кошачьих пород, а их разновидностей более 700. И все они с интересными внешними данными и с неповторимым характером. Знакомьтесь, это Гермиона, яркая представительница породы Мэйн-Кун. Она весит почти 12 килограммов и ей 3 года. Максимальный вес этого животного достигает 16 килограммов. Немногие решаются завести у себя дома такого крупного питомца. Однако заводчики уверяют, несмотря на свои немалые габариты, они очень добрые и ласковые. Основной упор делался на выведение агрессии из этой породы. То есть это полудикая кошка, то есть по внешнему виду, по экстрагеру видно, что это крупный кот, крупная кошка. Для того, чтобы получить такой характер, реально была проведена очень большая работа в плане селекции для выведения агрессии из характера. На сегодняшний день эта порода считается идеальным вариантом для детей. А этого импозантного кота зовут Корнел. Приехал он на выставку из Одессы и может похвастаться редкой, но очень интересной породой – бурма. Это молодой котик породы бурманской породы, или можно сказать просто бурма, красного окраса. Это группа восточных кошек, это кошки-компаньоны, они постоянно при человеке, как собачки. То есть с удовольствием принимают игры, предлагают игры с махалочками, мячиками, мышками. Но зато если хозяин там где-то присел с книжкой или у телевизора, то тут же будут заняты коленки и будет участвовать во всех домашних делах. На международной выставке традиционно собрались представители самых популярных домашних пород. Это и аристократичные британцы, и своенравные сибиряки, и экзотичные бенгалы. Здесь можно встретить и постоянных участников, и новичков. К примеру, кот породы Ацикет по имени Хобби впервые в Террасполе. И сразу стал один из самых популярных среди посетителей. Его окрас – это кот в горохе разнообразных цветов. Причем они бывают голубые, коричневые, черные, на серебряном фоне опять же вот такие вот пятна. Еще чем он интересен, он имеет облик дикого животного, то есть уши, морда, глаза, длинные задние лапы. При оценке животных учитываются телосложение, длина хвоста и лап, ширина лба, цвет глаз и еще много разных параметров. Нелегко из такого многообразия четырех лапых красавиц и красавцев выбрать лучшего. Так, а на выставке я встречу сегодня много, много кошек, которые мне понравились. Например, британские голубые, курильский бобталь без хвоста. Да, в первой категории я увидел прекрасные экзоты. Так что, ну, первый раз и очень хорошие кошки. У нас появились новые окрасы курильских бобтейл, это серебристые черепаховые с белым. У нас появились новые бенгальские кошки, это снежная кошка бенгальская. У нас появились окрасы новые дополнительные фавны у британской короткошерстной кошки. Подготовка к выставке начинается задолго самого мероприятия. Чтобы стать лучшим питомцем в своей породе или чемпионом в определенных номинациях, человеку следует правильно ухаживать за ним, в том числе проводить груминг. Груминг для британских кошек заключается в хорошем уходе за шерстью со стороны питания, потому что все зависит от того, что они кушают. Чем лучше вы кормите своего питомца, тем у него прекраснее шерсть. По природе они обладают велюровой шубой и ухода требует очень мало. Говорят, питомцы очень часто похожи на своего хозяина, у них своеобразный характер, манера поведения. Возможно, это правда, ведь так любить и ценить четвероногих могут те, кто действительно в них видит настоящих друзей.